МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Коротко о главном. Кверху брюхом из-за экологического ЧП на реке Рекша гибнет рыба. Зеленый свет креативным проектом. В Чебоксарах стартовал марафон культурных событий. Брать или не брать, льготникам предлагают определиться с соцпакетом. Экологическое ЧП в Чебоксарском районе. В реке Рекша гибнет рыба. Запруда неподалеку от Лапсар превратилась в канализационный отстойник. Что случилось? Кто виноват и сколько времени понадобится на восстановление экологической справедливости? Выясняла наша съемочная группа. Запруда на Рекше весьма популярное место. Отдыхать сюда приезжают и окрестные жители, и чебоксарцы. Да, тут и приезжают отдыхать. Ну, в общем, приятно здесь отдыхать. Было. Было. А сейчас, что сейчас? Рыбка травилась и рыбаков нету. Вячеслав с товарищем собрались порыбачить здесь выходные. А сегодня заехали взглянуть, как обстановка. Удивились страшно. Целое лето я вот последний раз был. В августе нет. Ну, да, в августе был я. Все нормально было? Все нормально было. Абсолютно. Рыба ловилась. Здесь такая хорошая рыба была, да? Отличная. Крупная рыба. Именно крупная рыба шла. В общем, мы ловили не меньше грамм 200-300. Вот такие хорошие были рыбы. А вот сейчас пришли тут и испугались. В понедельник 11 сентября в единую дежурную диспетчерскую администрации Чебоксарского района поступил звонок. Житель деревни Акулевы сообщал, что в Рыкше очень много мертвой рыбы и пахнет вовсе не речной водой. Со всеми службами были обследованы берега реки Рыкши, в ходе которой были установлены, что на реке Рыкши очень много всплытой мертвой рыбы. Также при проверке был установлен непосредственно источник сброса. Источником сброса явилось ООО «Агрохолдинг Юрман», непосредственно пометохранилище расположенное в районе поселка Лапсара. В результате прорыва загрязняющего вещества на расстоянии где-то 500 метров разливались в реку Рыкша. Розлив продолжался не менее двух суток. Еще вчера были взяты пробы воды и листых отложений почвы воздуха. После проведенных анализов специалисты скажут, сколько времени потребуется для того, чтобы Рыкша восстановилась после нанесенного экологического удара. Однако уже сейчас понятно, рыба доживает последние часы, а пастухи не разрешают коровам даже приближаться к привычному водопою. Как случилось, что за последний год это уже второй случай загрязнения рек с токами? Сначала в Урнарском, теперь в Чебоксарском районе. Фактически каждое предприятие, собственник таких пометохранилищ должно самостоятельно провести определенные работы по обеспечению безопасности данного пометохранилища, поставить его на учет в органах Ростехнадзора с целью дальнейшего контроля за безопасностью эксплуатации данных гидротехнических сооружений. Вместе с тем мы видим на лицо, что данное пометохранилище на учете не стоит. Соответственно, мы не можем говорить о том, что обществом принимались абсолютно все меры для обеспечения должной безопасности, дабы не допустить такого сброса, который, к сожалению, сложился на данный момент. По словам сотрудников природоохранной прокуратуры, содержимое пометохранилища стекало в Рыкшу двое суток. На предприятии и не знали, что у них произошло ЧП. Никаких мер не предпринимали. Между тем, предупреждения в адрес руководства птицефабрики поступали. Проверка агрохолдинг-юрма была проведена. По результатам данной проверки были выявлены нарушения при эксплуатации гидротехсооружений. С целью их устранения было выдано предписание. Последнее предписание, о котором вы сейчас говорите, что проверка проведена. Мне известно об апрельском предписании. В настоящее время межведомственный природоохранный следственный отдел, который также подключился к проверке, решает вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту загрязнения реки Рыкши. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня в Чебоксарах стартовал марафон культурных событий. Жители двух районов в ближайшее время оценят проекты, которые были признаны победителями республиканского конкурса. Гранты их авторам вручали в художественном музее. Финансовой поддержки добились 9 человек. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На подмостках Марпосадского дома культуры уже в октябре оживет история. В районе готовятся к показу уникального шоу с участием всех театральных коллективов и народных ансамблей. Постановку посвятят 400-му юбилею дома Романовых. В Маринском посаде побывали три представителя царской династии. Именно они станут главными героями масштабного концерта в эффектных декорациях и нарядах сопровождения лазерного шоу. Приобрести оборудование поможет и грант. То есть перед нашими зрителями, перед нашими участниками, будем говорить так, пройдет история, 400-летняя история дома Романовых. Там будут имена наших ярких представителей, Там будут какие-то исторические действия, которые будут сопровождаться театрализованным показом наших коллективов художественной самодеятельности. Андрей Киселев задумал собрать на большом научном форуме певцов и звукорежиссеров. Мастер-классы для них проведут профессионалы своего дела. Автор проекта уверяет, что в Чебоксарах уже давно пора открыть учебное заведение для подготовки специалистов в области звукозаписи. Грант 100 тысяч поможет сдвинуть дело. Оно предполагает не только звукорежиссеру в чистом виде, но и применение этой сферы к другим сферам. Например, телевидение, презентации, дизайн компьютерных игр, дизайн рекламы, саунд-дизайн. В принципе, это у меня широкое поле деятельности, и со временем оно будет только расширяться, и мы будем продолжать работу в реализации других подобных проектов. А два поселения Ядринского района этой осенью свяжет «Мост дружбы и любви». Именно так местные библиотеки назвали проект, который одержал победу в конкурсе. Несколько лет назад, благодаря республиканскому гранту, в Ядрине устроили конкурс среди художников. Их работы сейчас украшают Музей народного артиста Советского Союза Николая Мордвинова. Проект «Мост дружбы и любви» Черба и Кошкина-Ватимбаева позволит сохранить память о наших известных земляках и о Киме Максимове Кошкинском и Тане Юн. Привлечь к библиотеке архива новых читателей поможет воспитать у молодого поколения интерес к истории страны и краеведению. Гранты в этом году получили 9 проектов. Этнокультурный фестиваль, экологический форум, выставки. Все мероприятия обойдут в программу очередного марафона культурных событий. В этом году ему исполняется 10 лет. За все это время в Чувашии было реализовано немало креативных и интересных идей. Более 100 проектов получили финансовую подпитку. Многое меняется, многое развивается, но эти механизмы и эти способы взаимодействия в культурном пространстве, они остаются и они приносят пользу. Вот это удивительный, совершенно замечательный итог именно в Чувашии, когда опыт культурной столицы, с одной стороны, город-то был Чебоксара, да, культурная столица, но опыт распространился на всю республику. Он был впитан, переработан творчески. Это, прежде всего, конечно, сохранение нашей самобытной, уникальной культуры Чувашского народа. Традиции, истории, но и жизненного уклада всего многонационального народа Чувашской республики. На самом деле, работы, которые я смотрел, министр мне докладывал, отражают и историю, затрагивают и литературу, и экологию. Марафон культурных событий завершится в ноябре. Призеры конкурса представят свои проекты на суд жителей Марпосадского и Цивильского районов. Именно эти муниципалитеты осенью превратятся в территории культуры. Ознакомился Михаил Игнатьев с работами, которые не участвуют в марафоне, но тоже заслуживают признания. В художественном музее недавно открылись выставки картин и изделий из керамики. По праву и их называют культурным событием в жизни столицы. Матрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Брать или не брать, до 1 октября федеральные льготники должны решить, как им распорядиться социальным пакетом на 2014 год. Почти 90% из них в прошлом году выбрали денежный эквивалент льгот. Что лучше, деньги или услуги, каждый решает индивидуально. В ходе горячей линии, которая прошла в Минздраве Республики, специалисты пытались помочь льготникам определиться. В Министерстве здравоохранения напомнили, что на данный момент стоимость полного социального пакета составляет 839 рублей 65 копеек в месяц. Это в нашей республике. И состоит он из трех частей. Лекарственной, санаторно-курортной и транспортной. Льготник может распорядиться как полным соцпакетом, так и любой из частей по отдельности. Больше всего вопросов, поступивших на телефон горячей линии, касались лекарственной составляющей. У меня есть рецепт на бесплатное получение препарата. Но в прикрепленной аптеке, к сожалению, этого лекарства нет. Я с этим рецептом могу ли смело идти в другую аптеку или же не все-таки ждать поступления в эту аптеку? Вы смело можете отоварить свой рецепт в любой аптеке, которая осуществляет льготный отпуск медикаментов по всей территории Чувашской Республики. По поводу получения бесплатных лекарств переживают и те, кто до этого полностью отказался от соцпакета. Если льготник отказался от соцпакета, нужно ли ему платить за лекарство в стационаре? В случае поступления в стационар пациент за лекарства в рамках программы гарантии, в рамках выполнения стандарта не платит, не покупает лекарственные препараты. Всего с начала 2013 года более 2000 жителей республики отказались от полного соцпакета или его отдельных частей. На возобновление и предоставление социальных услуг поступило всего 244 заявления. Многие из тех, кто отдал предпочтение деньгам, просто не до конца понимают, что услуги могут быть гораздо выгоднее, особенно в части санаторно-курортного лечения, отмечают специалисты. Есть у нас категория инвалидов, это слепые, которые выезжают за пределы Чувашской Республики. Инвалиды первых групп и дети инвалидов выезжают в сопровождение. И в этом случае государство оплачивает две санаторно-курортные путевки, то есть самому получателю инвалиду первой группы или ребенку-инвалиду и сопровождающему его лицу. Плюс оплачивается проезд к месту лечения и обратно. Рассказали на горячей линии и об условиях получения путевок на лечение в санатории. Путевка в санаторно-курортное учреждение предоставляется в случае, если вы являетесь федеральным льготником, состоите в федеральном регистре получателей льгот и не отказались от соцпакета. То есть вы получаете набор социальных услуг, в которые входит и составляющая по санаторно-курортному лечению. Если у вас есть медицинские показания для санкур-лечения и отсутствуют противопоказания, а также оформлена у лечащего врача справка формы 070У, которая дает право вам становиться в очередь в отделе социальной защиты населения по месту проживания и на основании вашего заявления о предоставлении вам путевки на санкур-лечение. Напомним, что на сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано более 100 тысяч федеральных льготников, большинство из которых инвалиды. В Минздраве предлагаю жителям республики еще раз взвесить все за и против и сделать правильный выбор на весь будущий год. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Продолжаем выпуск. В Чебоксарах прошла конференция Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В работе конференции принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Уже больше 10 лет партия является главной политической силой в стране и последовательно проводит в жизнь экономические, социальные и политические реформы. В Чувашии эффективно реализуются партийные проекты, направленные на повышение качества жизни. Наши оппоненты, вы помните, да, перед выборами, когда вот эти дворы начали ремонтировать, говорили, что это предвыборные обещания. И после проведенных избирательных процессов «Единая Россия» забудет про свои обещания. Вот третий и четвертый год уже в 2014 году будет реализовываться. И проекты бюджета на последующие три года мы тоже предусматриваем. Никакой остановки нет. Михаил Игнатьев призвал руководство регионального отделения не замалчивать недостатки. Относиться жестко к нарушениям партийной дисциплины. Ответственного подхода требует и подбор кандидатов. На конференции делегаты заслушали итоги работы Чувашского регионального отделения партии за год. И избрали новых членов регионального политического совета. А также делегатов на 14-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», который состоится 5 октября в Москве. Именами золотых медалистов Всемирной летней универсиады 2013 Чувашия назвали мини-погрузчики. Тяжелоатлетки Ольга Зубова и Татьяна Коширина не только расписались на своих железных тезках, но и примерили кресло водителя. Называть трактора именами спортсменов-победителей стало традицией в компании «Четра». В прошлом году в честь призеров Олимпийских игр в Лондоне назвали 6 бульдозеров. В этом году пресс-тур начался с экскурсии для журналистов и блогеров по цехам тракторного завода. Затем перешли к торжественной части. Камеры, автографы, аплодисменты. Девушки-спортсменки ведут себя достаточно скромно, но выруливают как профессионалы. Если сравнить с машиной, то это чуть потяжелее, не в управлении, а в движении трясет. Все-таки машина идет, так скажем, получше, чем трактор по дороге. Хотя по нашим, по дорогам, наверное, на тракторе ездить нужно. Маленькие тракторы весят 2,5 тонны. Их грузоподъемность 800 килограммов. Тяжелоатлеток такими цифрами не удивишь. За неделю тренировок Ольга поднимает около 30 тонн. За один день 8-10 тысяч килограммов. На универсиаде она осилила в сумме 279 кило. И цветы, и подарки, ну, чтобы трактор с моим именем, это, конечно, четро сделал подарок. Будет где-то мой трактор ездить в каком-то городе, ну, с моим именем. Это очень интересно, мне кажется. И все будут читать эту надпись и думать, ничего себе, ну, есть такой человек. Лучшие результаты Татьяны Кошириной – 151 килограмм первое упражнение, второе – 183. Отдохнуть после универсиады толком не удалось. Все время занимают тренировки, говорит девушка. Именной мини-погрузчик для нее уже второй подопечный. В том году после Олимпийских игр был тоже выпущен трактор в мою честь, он был намного больше. Сейчас после универсиады, вот как видите, с моей спиной, второй уже. У меня целая коллекция скоро будет, видимо. Трактор Татьяны отправится в Уфу, а другой будет трудиться на благо столицы России. Будет заниматься помощью города Москве в уборке его в содержании, чистоте и порядке. Бирать город Мосводосток. Я тоже долго работаю и упорно работаю, значит и как лодку назовешь корабль, так оно и поплывет. Так что, да, в добрый пусть. Бульдозерное шоу впечатлило и журналистов, и гостей, и клиентов предприятия. Эти железные богатыри легким движением могут разбить яйцо в хрустальном бокале, не повредив посуду. И выдавить краску из баллончика с невероятной точностью. Мощными бульдозерами могут управлять даже такие хрупкие девушки на шпильках. Все желающие также могли попробовать себя в качестве тракториста. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В Министерстве транспорта Чувашия рассмотрели ход строительства объездной автомобильной дороги в обход Новочебоксарска к полигону ТБУ. По состоянию на 12 сентября полностью выполнено строительство полотна, примыкающего к автодороге Вятка. На 60% завершены работы на участке протяженностью 4 километра. Кроме того, ведутся работы по устройству быстростоков и реконструкции железобетонного моста. На участке примыкания к автодороге Кугесе-Отлашево-Новочебоксарск ведутся земляные работы, укладка асфальтобетона. На данном объекте работает 20 единиц дорожно-строительной техники. 13 сентября исполнилось бы 90 лет человеку, которому большинство крупных населенных пунктов Чувашия обязаны наличием работоспособных коммуникаций и благоустройством. Михаилу Исаковичу Гендельману. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный строитель РСФСР и Чувашской АССР. Он проработал в жилищно-коммунальном хозяйстве республики более 40 лет. Больше половины из них возглавлял трест Чуваш-Ремстрой. Практически вся центральная часть Чебоксар – своеобразный памятник Михаилу Исаковичу Гендельману. В те годы организация занималась и капитальным ремонтом жилфонда, и строительством, и озеленением улиц, и ремонтом дорог, и благоустройством территории. Причем Гендельман был первым, кто ввел в коммуналку хозрасчетные отношения. Все, кто был знаком с Михаилом Исаковичем, по сей день вспоминают этого энергичного, умного, веселого человека, который всю жизнь работал для того, чтобы нам было комфортно. Строительство 10-километрового участка автодороги Вилюй в Якутии завершили дорожники Чуваши. Такого качества работ Якутия еще не видела. Оценил работу акционерного общества Дорис заместитель председателя правительства республики Саха, открывая автодорогу. О том, какие технологии применялись и какое значение дорога имеет для дальневосточного региона, смотрите наш репортаж в 19.55. На этом наш информационный выпуск подошел к концу. После прогноза погоды вы увидите программу «По существу». Наш корреспондент накануне Дня леса беседует с министром природных ресурсов и экологии Иваном Исаевым. Приятных вам выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова